Чтобы вы хотя бы видели, чем я тут вообще занимаюсь целыми днями. Почему влоги не снимаю, кто-то спросил. Хорошо, что гвозди научилась в молодости забивать. Вот чем приходится с утра пораньше заниматься. Бессонница называется. Ну что, девочки, вы думаете, я на этом успокоилась? Нет. Вместо того, чтобы отдыхать, я решила сделать Наполеон. Всем доброе утро, мои хорошие. Начинаю новый влог. Вообще, утром еще пока что трудно назвать. Время пока еще даже с 6 часов утра нет. Но я сегодня проснулась без 25. У меня бывает такое, среди ночи проснусь или под утро. Потом уснуть уже не могу. И встаю, начинаю пить кофе. Ну вот я уже себя в порядок привела, умылась, сидела. Сижу, вот кофе пью. Уже первую, вторую кружку выпила, третью уже пью. Ну и обычно вот утром таким сижу я, пока кофе пью. Я думаю, чем я буду заниматься сегодня, какие дела. Я беру лист бумаги. У меня вот тут на холодильнике висит уже несколько бумажек. Ну и пишу, какие планы я вообще-то собираюсь делать сегодня. Что мне надо сделать, что может быть купить, может быть что-то приготовить, убрать и так далее. В общем, какие планы, что снимать собираюсь или не снимать и так далее. Вообще, честно говоря, я вот за вами уже соскучилась. Я влог давно не снимала. А сейчас вот у меня дочка сегодня уезжает с внуком. И у меня больше времени. Сейчас неделя с лишним будет. И поэтому я уже думаю, надо влог все-таки поснимать. При том, что у меня уже какие-то такие домашние дела скопились, нужно их поделать. Ну и заодно буду вместе с вами. Хочется уже и пообщаться с вами и показать вам, чем я занимаюсь вообще тут дома. Какие мои домашние дела. Как говорится, рутинные будни такие. Ну, в общем, я добралась до своей кухни. Решила навести порядок на кухне. Самое главное, это я хочу разморозить холодильник. Помыть его. Вообще, холодильник капельной системы я размораживаю примерно раз в году. Можно его размораживать реже. Но я думаю, что раз в году нужно его взять да помыть. В конце концов, разморозить, все помыть. Но к холодильнику мы вернемся позже пока. Пока я сижу, пью кофе. Вот на печке я вчера тут картошку жарила. Надо печку помыть. Кстати, хочу испробовать вот это вот средство для чистки, духовок и плит. Ну, для стеклокерамики. Это средство я брала, показывала вам на последнем обзоре. Но я его еще ни разу не пробовала. Но оно такое гелеобразное. Обычно я просто стеклокерамику, плиту я мыла обычным средством для мытья посуды. Ну, я думаю, может быть, вот это будет лучше с жиром справляться. Лучше его растворять, чтобы меньше разводов было. Потому что на стекле, особенно на черном, все разводы видны. Прямо потом надо сухой тряпочкой протирать. Ну, ладно, это мелочи. Здесь ничего такого страшного. А вот еще что я хочу сделать, это отодвинуть холодильник. Я его не отодвигала несколько лет уже. Ну, и как, наверное, у всех, наверное, в основном у людей. За холодильником, конечно, там пылюка. Но не это самое страшное. На прошлой неделе, вот до выходных, на выходные я к дочке ездила. А вот до выходных, как раз последнюю ночь, которую я спала, я проснулась ночью от того, что у меня что-то шебуршится. Вот громко даже такое, знаете, как грызет. В общем, я думаю, что эта мышь из-под пола пытается прогрызться ко мне уже сюда. Потому что у меня тут пол деревянный под линолеумом. Ну, и мыши, честно говоря, последний раз я мышь здесь видела 30 лет назад, когда у меня сын еще был в пеленках. Вот только родила, он еще маленький был. Я помню, сижу, кормлю его грудью. И мышка откуда-то вылезла, пробежалась. В общем, я увидела маленькую. И еще одну мышку видела. Ну, в общем, одну мышку я поймала. Потом я взяла, замуровала все. И по плинтусам прошлась по периметру. И залила там алебастра, цементом. Замуровала все дырочки, какие только были. Вот 30 лет я мышей не видела. В общем-то, и не слышала. Но где-то, может быть, иногда там... Я слышала от соседей, что где-то там есть мыши у кого-то. Ну, здание это старое, что ж тут сказать. Они, может быть, где-то там по перекрытиям, где-то там и бегают, ходят. Хотя у нас тут котов полно. Полно котов. В подъезде у нас там одна есть женщина, у которой там, не знаю, 7 или 9 кошек в нашем подъезде. И они бегают по лестнице. Ну, мыши хитрые, они сидят под полом, а по лестнице не бегают, видно. В общем, не знаю, холодильник отодвинуть сегодня я смогу или нет. Или, может быть, это завтра буду делать. Ну, разморозить, может быть, сегодня я смогу его. Просто холодильник нужно будет отодвигать. И, ну, вообще, холодильники все, они, по-моему, задние имеют колесики, а впереди ножки. Если впереди чуть-чуть приподнять, его можно вытянуть на себя, а от стенки это двинуть. Но так как у меня здесь висит микроволновка, на столе мультиварка, под столом там тоже какие-то кастрюли, в общем, стоят, ну, нужно будет все это убрать, с холодильника все убрать, прежде чем что-то мне нужно стол отсюда убрать, чтобы туда подлезть. В общем, трудоемкое занятие. Ну, в мои годы, по крайней мере, мне это уже тяжеловато. В молодости бы я в легкую это сделала бы без всяких там сомнений. Вот. И потом, я знаю, что алибастра у меня есть, если что, а вот шпатель, кисточки, по-моему, я дочке отдала, но надо посмотреть тоже. Подготовить уже все заранее. Если холодильник отодвинуть не смогу, мне тогда придется или сына попросить, если он будет дома, или, может быть, с соседкой справимся. Ну, в общем, доживем пока. Все надо делать потихоньку, поэтапно. Я сейчас сделаю все, не торопясь. Начну пока отсюда, с этого угла, и потихонечку пойду. В общем, допиваю кофе и начинаю потихонечку шуршать тут, что-нибудь делать. Ну, и потихоньку буду вам так подснимать. Чтобы вы хотя бы видели, чем я тут вообще занимаюсь целыми днями. Почему влоги не снимаю? Кто-то спросил. Вот. Ну, потому что как-то вот вроде бы и снимать было нечего так особо. Когда какие-то события есть, я снимаю. А когда просто дома, ну, просто домашние какие-то дела, вроде бы, мне кажется, это вам неинтересно. А с другой стороны, то, что я снимала, уже снимать повторно уже не хочется. В общем, сейчас я не знаю, что я буду снимать. Но буду снимать что-нибудь. Потом посмотрим, что из этого выйдет. Оставайтесь со мной. В общем, видите, да, какая грязная поверхность? Одеваю перчатки. Кстати, вот эти перчатки я брала в фикс-прайсе. Классные. Они очень легко снимаются, одеваются. Они довольно прочные. Так, сейчас возьму губку. И на губку сейчас вот это вот средство чуть-чуть капнем. О, ничего себе чуть-чуть. Ну, вот сейчас я обработаю стеклокерамику. Кстати, вот весы тут рядом, на них тоже накапало. И плитку. На плитку тоже брызгает. Вот жарила картошку. Вчера сразу стену не протерла, уже накапала. Ну, так как все тут свеженькое, поэтому я думаю, оно сразу уже и отошло. Можно вытирать на сухо. Сначала мокрый, потом на сухо. Да, я вижу, что сразу все отошло. Кстати, на стенах я видела где-то жировые вот капельки. Они очень быстро растворились. Прямо сразу удалились без всяких. Вот, вижу, капелька. Вот, раз, ее и нет уже. Девочки, хорошее средство. Одобрям-с. Вот, если на плите посмотреть, вот, все уже чистенько. Отлично, аж скрепит. Так что берите, пользуйтесь, хорошее средство. Ну, а теперь мне нужно убрать все вот со стола, под столом там. Всякие баночки, кастрюлечки. И вот то, что на холодильнике. Все это нужно убрать. И стол нужно выдвинуть, убрать в комнату. Нашла я алебастру и шпатель. Все у меня есть, оказывается. Так что холодильник попробовала отодвинуть. Он тяжелый. Надо из него тоже все вытащить. Ну, и заодно, наверное, выключить да помыть. Сейчас этим и займемся. Ну, вот я убрала стол. Убрала с холодильника все под столом. Под печкой убрала. Сейчас там протру. Вот этот угол. А потом займусь холодильником. Решила, девочки, поснимать с холодильника все магнитики. Потому что они мне будут мешать. Ну, и раз уже холодильником занимаюсь, я решила помыть его снаружи тоже заодно. Но магниты, смотрите, целый этот тазик получился. Так, ну ладно, помою я тогда пока его снаружи сейчас. Дальше, мои хорошие. Я решила выключить холодильник уже. Я его выключаю. И вот я достала свою термосумку. Это сумка-холодильник. Вот это моя сумочка-холодильник. Хорошо, что она у меня есть. Вот, если бы ее не было, пришлось бы брать обычную сумку, застилать клеенкой и потом проделывать другие манипуляции. Дальше, что я вам могу посоветовать еще, кстати, если у вас нету сумки-холодильника, можете заморозить несколько бутылочек с водой. Вот, ну вот, я сейчас заморозила вот эти штуки, они у меня есть. Я просто их сейчас застелю на дно парочку. И выложу сюда все, что у меня есть в морозилке. Вот, а сверху положу опять-таки две вот эти штучки. Можно вот бутылочку сюда положить. Она тоже будет давать холод. И все, закроем ее. Да, еще что я сюда положу. Если у меня есть, допустим, сливочное масло, то, что может быстро растаять, допустим, чтобы оно было охлажденным. Может быть, какие-то молочные продукты, колбаса, например. Чтобы не пропадало, тоже сюда положу. Все, больше быстропортящихся продуктов у меня нет. За остальное я могу быть спокойна. Все, поставим сумочку. Пусть стоит. Вот смотрите, моя морозилка. Здесь иния совсем немножко. Это вот я не размораживала примерно год, наверное. И при том, этот иний образуется вот только вот эта полоса. Вот она идет, полоса. Вот она, и все. Сейчас она постоит минут 10-15. Она начнет отходить, и я вот эти вот просто льдинки поснимаю, и все. И могу мыть холодильник. Ну, а пока займусь низом, внизу можно будет сейчас тоже помыть полочки, дверцу. И все. Девочки. Вот, кстати, еще один лайфхак. У меня вот здесь есть такие вот... Ну, это как от скотча осталось. И вот такое средство, пронто, я не знаю, я вам показывала его уже или нет. Но хочу сказать, вот пронто, антипыль, ваша не брала. Очень хорошо удаляет скотч и вообще любую грязь. Супер вообще, заканчивается, надо купить. Просто его сейчас побрызгаю, она немножко вспенится. Ну, и остальную грязь тоже берем этим средством. Вот я вам хочу показать вот этот угол, который за холодильником. Ну, там, конечно, щели видны. Да, щели видны. Ну, еще и плинтус неплотно прибит. В общем, что-то надо делать, сейчас займусь этим делом. Так, ну-ка. Оно такое вот, видите, пенное такое вот средство. Сейчас оно постоит чуть-чуть и все отойдет. И тряпочкой можно все будет удалить. Вообще, мои девочки, все не так-то просто, как казалось бы с первого раза. Я, когда делала ремонт, плинтуса, они не прибиты как следует к стенам. Потому что, в общем-то, их прибивать не к чему. Они маленькие. И сейчас приходится немножечко молоточком постучать, прежде чем вот это заливать щели грибастом. Правда, нужны длинные гвозди, но у меня такие не очень длинные. Ну, попробую хоть как-то прибить, получится. А длинных нет ни одного. Но бежать в хозяйственные за гвоздями мне не хочется. Соседи ушли на работу. Хорошо, что гвозди научилась в молодости забивать. Ну, все, несколько гвозей забила, закрепила хоть чуть-чуть. А теперь можно уже как-то что-то здесь заделывать, щелеть. В общем, что я решила сделать еще, девочки. Большие щели, которые, да, я решила их законопатить. Вот я взяла, у меня здесь есть тряпочка, я порезала ее на такие полосочки. И вот ножичком законопатить хочу дырки глубокие. Для того, чтобы алебастра у нас легла, или цемент, на что-то, на какую-то основу, а не туда просто в провод. Ну, так видите, раньше строили такие вот неровные стены, щели. Вот это все такое приходится заделывать. Ну, вот сейчас заделаю. В общем, девочки, взяла я такую посудину. Во-первых, она мягкая, может быть, это удобно будет. Но я в любом случае застелила ее пакетиком. Ну, и все равно надо брать посудину, которой, в общем-то, не жалко, если что, будет выбросить. Ну, я надеюсь, мне удастся вот этот пакетик свернуть потом и выбросить. И вот сейчас я его оструберу. И водичкой чуть-чуть ее раздавляю. Алебастра застывает очень быстро, поэтому надо все делать очень быстро. Я делаю жидковатую, чтобы она прям заливалась туда. Лишнее потом просто удалю. В общем, сделаю, потом покажу. Ну, что, мои хорошие, щели я везде заделала, замазала. Кстати говоря, вот эта вот гибкая такая, гибкий шпатель, где его удела, а убрала, помыла уже. Удобно то, что его удобно помыть. И он нагибается, чтобы вот эти щели заделать. Очень-очень удобно, кстати, под рукой держать. Так, ну все, это я уже сделала, как попало. Теперь надо немножко это все сравнять, чтобы более-менее выровнять. Кисточкой мокрой просто пройтись. И все. Вот чем приходится с утра пораньше заниматься? Бессонница называется. Не, ну правда уже не утро, уже сколько? 9, 10 час, начало 10. Так что сейчас вот это заканчиваю, ставлю холодильник на место и буду мыть. Или помою, потом поставлю. Посмотрим сейчас. Сейчас вот это быстренько пройдусь. Протруюсь уже чистенько, чтобы было. И продолжим. Ну вот, мои хорошие, замазала я все щели. Ай да молодец, сама себя не похвалишь. Кто еще похвалит? Все сделала прекрасненько, все сделала приличненько. Теперь можно холодильник ставить на место, в угол. Ну вот, мои хорошие, в холодильнике в нижнем отделении я уже порядочек навела. Теперь уже знаю, что у меня есть, чего у меня нету. Все тут чистенько, аккуратненько. Уже знаю точно, что я пойду покупать в магазине, нужно докупить. Ну и посмотрим, что у нас тут в морозилке. У меня морозилка была закрыта, пока я там шпаклевала дырки. Поэтому немножко дольше. О, уже отодвигается. О, хорошо. Вот, с другой стороны. Ну все, я теперь этот лед поубираю. И холодильник помою. Все. И буду ставить все на места. Ну что, давайте вместе откроем сумку-холодильник, посмотрим, что там. Так, ну это пока что с холодильника, то, что я достала. Вот это уже с морозилки. Ну вот томатная паста, варенье. Я забыла, что у меня тут еще варенье. Но оно у меня в морозилке почему-то лежит. Варенье малиновое, но оно не вареное, оно просто засахарено. Поэтому в морозилке. Томатная паста. Ничего не растаяло. Ну томатная паста, вот она ничего не растаяла. Вообще, как было, так и есть. У меня даже лед здесь не растаял. Он, видите, в бутылке. Чуть-чуть только водичка появилась. Ну и естественно, все, что было тут замороженным, так замороженным и осталось. Ничего не случилось. Замороженный творог, он твердый. Ничего не растаяло. Замороженные котлетки там у меня были. Замороженный фасоль зеленый. Ну, соседка просто зашла и я ей отдала. Но если бы я ей не отдала, переложила бы вместе с этим льдом. Оно бы тоже не растаяло. Оно бы не успело за это время растаять. В общем, все мои хорошие. Я уже порядочек навела. Ну, сейчас вам покажу. Сейчас все уже закрою, холодильник включу. И тогда уже все покажу и вернусь к вам. Ну, вот и все. Теперь я уже расставила все по своим местам. Стол на место, на холодильник вернула. Все по своим местам, где положено. И теперь уже можно отдохнуть. В общем, девочки, отдохнула я немножко. И встала, решила готовить. Ну, в общем-то, я готовлю плов в мультикухне. Ну, какие ингредиенты, сколько я уже готовила. В мультиварке это то же самое. То же самое, что в мультиварке. Это готовится в мультикухне, в общем-то. Вот режим плов. Время уже осталось 42 минуты. Ну, мультикухне 45 минут. Мультиварке 50 минут я ставлю. Ну, мне кажется, это не особо разницы нет. В общем, лягу и буду отдыхать дальше. Доброе утро, мои хорошие. Наступил следующий день. Я сегодня проснулась, думала, у меня будет все болеть. Ну, ничего, так нормально. Хоть я вчера там и ползала на присед, как долго была. Но ничего, ноги не болят. Как-то странно даже. Вот так, что сегодня я готова к свершению новых дел. И, как всегда, наверное, перед Новым годом, наверное, у каждого есть такое желание где-то порядок навести, какие-то выбросить ненужные вещи. В общем, как-то обновиться, чтобы в Новый год входить уже обновленным. Поэтому сегодня опять у меня список дел. Я уже кофе попила, уже бодра, весела. Вот, так что сегодня я хочу сходить в магазин, купить некоторые продукты, приготовить для вас, вот, снять в солянку суп. Но это будет отдельное видео. Как я этот суп делаю, я не буду в это видео вставлять. Еще хотелось бы какую-нибудь выпечку, потому что что-то захотелось вчера такого сладенького к вечеру. И я уже думаю, надо что-нибудь испечь вкусненькое, сладенькое. Но это как пойдет, если у меня на это сил хватит. Потому что я еще хочу перебрать детские игрушки. У меня детские игрушки лежат еще с тех пор, когда дети были внуки маленькие. То есть, вот, внучке сейчас 5 лет, а внуку уже 3 года. И они уже выросли из тех игрушек, с которыми играли раньше. Такие вот там погремушки какие-то, еще какие-то старые игрушки. В общем, они уже не актуальны. Ну, при том, что внуки сейчас ко мне уже не приходят. Я уже сама туда хожу, потому что, ну, например, внук, там больше площадь, где ему можно побегать, поиграть, и куча игрушек его. Поэтому бабушка с доставкой на дом. И к внучке, если нужно будет мне прийти и с ней побыть, также игрушки все ее, с которыми она привыкла играть, они у нее дома находятся. Поэтому бабушка придет к ним и будет заниматься там внучкой. Я ставлю несколько штучек таких вот, игрушек каких-нибудь мягких, может быть. Ну, остальное я хочу убрать, при том освободить там место в шкафу для каких-то других вещей. Вот, еще у меня сегодня стирка, но стирать будет стиральная машинка. Мое дело только повесить белье и все. Ну, все, надо приступать уже к делам. Стиральную машинку я уже вещи заложила, порошок положила. Осталось только ее включить. Ну, стиральную машину я вам уже показывала. Это у меня Electrolux Time Manager. Ну и все, я ставлю такую обычную программу. Синтетика 40 градусов, 90 отжим. Время 1 час 20. Но время я хочу уменьшить. Белье не сильно загрязненное, поэтому 40 минут хватит мне вполне. Пуск. В общем, вот такой вот бедлам у меня сейчас в этом шкафу. Я хочу здесь навести порядочек. Выбрасывать ненужное и упорядочить все. Ну вот, довольно быстро я разобралась со всеми этими делами. В общем, вот такой большой кулек игрушки, который я отдам. И вот такой маленький кулечек, который я оставлю на тот случай, если ко мне придут внуки. Пусть пока полежит. Ну и, по крайней мере, у меня здесь уже свободное место появилось. Можно сюда какие-то поставить. А может быть, посуду или банки какие-нибудь. Ну, в общем, что-то поставить. Так, одно дело сделали. Пошли дальше. Ну что, мои хорошие. Сегодня весь день у меня пошел не по плану. То, что я игрушки перебрала, это ладно. Позвонила мне дочка. Кое-что она забыла сделать. И мне пришлось бросить все свои дела. Ехать к ней. Для того, чтобы там кое-что взять. Кое-кому что-то отдать. Но сходила в магазин. Купила продукты. Притащила полные сумки. В общем, уже от этого всего я устала, честно говоря. Но я полежала немножко, отдохнула. Купила же мясо. А мясо мне нужно было для рассольника. Я, кстати, перед этим сказала солянка. Солянку я уже готовила. Я хочу приготовить рассольник по рецепту. Ну, купила мясо больше, чем мне было нужно. В общем, перемолола сейчас фарш. И собираюсь пожарить котлеты. Но на суп у меня сегодня уже сил нет. Завтра будет день. На свежие силы я с утра встану, буду его готовить. Ну и хотела я еще сделать выпечку. Но на сегодня я так чувствую, что сил уже нет. Поэтому я котлетки пожарю, покушаю и лягу смотреть телевизор. Буду отдыхать. А утром уже мы с вами встретимся. С новыми силами начнем что-нибудь делать. Ну вот и все. Вот такой простой и очень вкусный у меня сегодня ужин будет. Котлетки я пожарила. Хочу котлетки с овощами, с хлебушком и без гарнира. Вместо гарнира овощи. Лучше домашних котлет из домашнего фарша ничего нет. Всем доброе утро, мои хорошие. Ну вот наступил следующий день. Я уже проснулась, кофе попила, помыла голову. И вспомнила, что я обещала вам показать, протестировать масло Фаберлик для волос. Ну вот сейчас я его и протестирую. Это вот это масло, салон. Я вам показывала на прошлом обзорчике. Вот оно такое масляное. Масляное такое. Ну как вроде, как то масло, которым я пользовалась другим. Раз, два. Три. Вот оно такое на ладошке. Разотрем между ладошками и втираем волосы. Вот не вижу я. Блестит. Вроде бы блестит. Так, надо назад чуть-чуть. Кстати, пахнет очень хорошо. Прямо духами какими-то приятными. Ну, в общем-то, мне кажется, хорошее масло. Тут несколько масел. Ну, пойдем сушить голову. И потом посмотрим на сухие, как оно будет смотреться. Ну, вот я высушила волосы. И, в общем-то, мне очень понравился этот, это масло. Я теперь этим маслом буду пользоваться. Ну, буду заказывать тоже это масло. В общем-то, оно мне подходит. И оно ничем не хуже того масла, которое Лореаль я брала, да. Вот. Волосы, видите, уже отрастают. Я сейчас не стригусь. Мне вообще не нравится то, что у меня на голове. Мне не нравится вот эта челка, моя длинная. Я привыкла впереди вот так вот ее носить. Но мне надо немножко волосы отпустить. Я хочу здесь вот чуть-чуть вот такое обрамление лица сделать. Ну, в общем, отпускаю, пока не стригусь. Чтобы было потом, что из чего стричь. Ну, а на этом как бы я вот это вот все уже заканчиваю. Сейчас волос немножечко вот так заколю. Челка тяжелая. Вот так заколоть. Нормально. Ну, и все. Теперь можно идти варить суп, рассольник. Кстати, вы видите, что у меня тут фонарики. Фонарики уже сверкают. Это я себе создаю такое вот настроение предпраздничное. Хорошее настроение с утра. И тогда весь день будет такой вот хороший в настроении. Ну, по крайней мере, я хочу с утра все дела поделать, чтобы потом уже просто отдыхать. И все. Девочки, я хочу вам показать хотя бы краешком глаза, как я веду съемки вообще. Вот сейчас я собираюсь снять вам рассольник. Но это будет отдельное видео. Поэтому я вам просто сейчас покажу. Вот я уже отмерила на весах все продукты, которые туда будут нужны. Лампу поставила, но ее поближе подвину, чтобы было освещение хорошее. И отмерила воды, сколько нужно. Я сейчас ее подогрею, чтобы она уже была горячей, чтобы потом залить и быстрее суп варился. Вот. Ну и все. А суп я буду снимать на отдельное видео. Смотрите. Суп-рассольник будет называться видео. Ну что, девочки, вы думаете, я на этом успокоилась? Нет. Вместо того, чтобы отдыхать, я решила сделать наполеон. Ну, наполеон я делаю на гриле. Я это уже снимала. Поэтому вам вообще весь процесс этот показывать я и не буду. Единственное, что хочу сказать, вот в этот раз я решила попробовать не просто сгущенку добавить туда, а сгущенку пополам сделала с вареной сгущенкой. Поэтому у меня крем получается такого не белого цвета, а немножко кремообразного. Вот и вся разница. А остальное все, рецепт полностью такой же, как я и делала, снимала Наполеон на гриле. Очень вкусный Наполеон. Кстати, советую сделать вам его. В общем-то, если у вас есть гриль. Ну, если гриля нет, можно коржи эти сделать в духовке, выпечь. Слоеное тесто я покупала уже. Готовое, бездрожжевое слоеное тесто в магазине. Так что, ну, а крем делается очень просто. Крем там, крем там это сливочное масло, сливочное масло, сметана, сгущенка и сахар. Все очень просто. Вот такой у меня крем, видите, получился. Ну, этот Наполеон я решила сделать для себя, потому что мне его уже захотелось. Он очень вкусный, я тогда его съела, и соседку угостила. И, в общем, понравился очень быстренько, очень съелся. Я вот хочу еще такой же сделать. Весь процесс я вам показывать не буду. Смотрите видео, которое уже снято. Ну, вот Наполеончик мой постоял в холодильнике ночь. За ночь он настоялся хорошо. И у меня на завтрак сегодня будет Наполеончик с компотиком. Такой нестандартный завтрак. Ну, не совсем полезный, но очень вкусный. Если очень хочется, то можно. Ну, что, мои хорошие, Наполеончик я съела. Наполеончик вкусный. То, что я туда добавила немножечко сгущенки, половина такой, а половина вареной, это дало даже немножечко такой привкус карамельки. В общем, это совсем не испортило вкус, а наоборот даже немножечко придало какие-то определенные нотки. Вот, но так как Наполеона мне много, я решила поделиться с сыном, с невесткой и внучкой. Я отрезала часть и им уже отнесла. Посидела, пообщалась с невесткой. Мы с ней выбрали в каталоге подарок для сына. У сына день рождения 9 января. Так что я уже заранее хочу заказать ему подарочек. Вот, а сейчас я хочу сесть и монтировать видео, которое сейчас снимаю. Я думаю, что, чтобы оно не было слишком длинным, я его сейчас закончу. Но я его продолжу через пару дней где-то. У меня просто ближайшие, наверное, пару дней. В общем, нечего будет снимать, потому что приготовить я уже все приготовила. Мне еще до конца недели все это есть, не съесть. Дочка приезжает на следующей неделе. И вот через пару дней у нас будет сдача дома на стройке, где дочка взяла квартиру. Так как ее нету, я поеду вместо нее на эту сдачу. И там нужно будет получить ключи. И там уже я думаю, что вот в тот день как раз-таки мне будет что поснимать. А сейчас мне снимать пока будет нечего. Поэтому я видео это завершаю. Но продолжение следует. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. До новых встреч, мои хорошие. Пока-пока. Смотрите продолжение. Субтитры сделал DimaTorzok